СВЯТАЯ МАРИЯ Всю ночь трещал ледник, и лед обвалился и засыпал всю бухту. Мама сказала, что мы теперь как свечка на торте со взбитыми сливками. А что сказал папа, я не могу вам передать. А папа сказал. Путешествие по Антарктиде не исключает прямого контакта со льдами. Поэтому корпус лодки должен быть крепким. Как у нас. На исходе антарктического лета в начале 60-х широт еще нет льдов, которые могут затереть яхту и отправить ее на дно. Поэтому Леди Мэри просто потихоньку выбирается из этой каши из ледышек, и мы продолжаем следовать на юг. Ура! Мы на чистой воде! Подъем в честь 8 марта. Отходи, что-то не увидишь, надо выходить. А там плывут наши дети. Поехали отвязывать кормовую, такую же длинную веревку. Сейчас вон тот айсберг с собой утянем. На веревке она то легко идет, а то очень тяжело между айсбергами зацепляется. Ай, прям на нее Андрея кормой сейчас режемся. Нам сегодня капитан подарил на 8 марта двух морских леопардов, которые лежали на айсберге. Айсберг, в свою очередь, подпер нашу Леди Мэри и хрустел под бушпритом, когда ватерштагу прикасался. И, в общем, вот такой у нас был утренний подарок. 8 марта. Праздничный завтрак, в праздничном наряде, праздничный тортик, праздничные фруктовые десерты, бинокль тоже праздничный и праздничный модем. У нас два дня не было связи в закрытой бухте, мамы, наверное, с ума сходят. И мы только отошли, сразу пытаемся в космос отправить позывные. Вечную дань кораблей. Что-то кушать захотелось после этого льда. И пельменики, и вареники. А пельмени-то из колбасы. Захотелось пельмени мне утром очень, а ничего, кроме колбасы, из мяса, ни консервного не было. Из консервов пельмени не очень. Поэтому мы лепим пельмени с колбасой, а вареники с картошкой. Теста сделали мало. Придется еще делать. Придется еще доделать, да. Мы в переходе между Антарктическими островами. Идем на Мельхиоровые острова. Около 120 миль дотуда. Надеемся вырезаться потом по погоде успеть. И по всему остальному на станцию Вернадского. На украинскую. В честь этой радости лепим заветные вкусняшки. Вот с таким глазом. Вот с таким глазом. А хвост какой был? Хвост, ну не знаю, как парус у нас, наверное. Огромный пятищик был. Пересек наш курс. Даже пришлось отворачивать, чтобы в него не врезаться. Я думаю, что он побольше, чем наша лодка был. То есть больше 12 метров. Вот. Такие встречи в Туманной Антарктиде. Я несу вахту. Сейчас вот Настя сменилась буквально недавно. Вот видимость, не знаю, наверное, метров 300. Просто приходится смотреть во все глаза, чтобы не доехать какой-нибудь лед. Ночью будем идти по радару, но и так тоже посматривать, мониторить обстановку. Вот сезонная антарктическая база Аргентины. Наша бухта для стоянки. Все еще не закрепились. Мама ездит и возит веревки, чтобы привязывать. Пойдем, ребят. Можно где вылезть? Смотри, на середину. Сюда лучше, там легче вылезть. Аквапарк. Так, держись. Ты, да-да-да. Как-то полуползком надо туда, мне кажется. Ой, я же тут с камерой снимаю твой подвиг. Давай-давай. Вот, видишь? Глаза боятся, ноги скачут. Сейчас мы идем вверх по снегу, чтобы... Ой, простите, скользко. Надо обозрить сей остров высоты. Везде облака, а здесь ясное небо над нами. И надо, чтобы айсберг было видно. Так айсберг и видно. Айсберг? И надо, чтобы море было видно. И море видно. А ты уже включила? Да, давно уже. Отлично, отлично. Вот, теперь расскажу про особенности ледовой навигации. Вот у меня за спиной вот айсберг в море. Вот, ветер дует с той стороны, с стороны айсберга. Вот, а под ветром у айсберга вот эти все ледовые куски. Надо оказаться между ветром и айсбергом. Про ветра из айсберга, потому что сна ветра не всем понятно. А так будет понятно даже твоей бабушке. Объясняю для моей бабушки. Вам надо оказаться между ветром и айсбергом. Но не между айсбергом и льдом. Так будет гораздо безопаснее. Там все ей часто приходится швартоваться вот в таких вот узких длинных заливчиках, похожих на фьорды. Ширина вот этого фьорда метров 40 и длина 250-300 метров. Мы завели два носовых длинных швартовых на берег и два с кормы. И вот это все заведение нужно делать на шлюпке, постепенно вытравливать с палубы канат. И ты везешь его на берег, как-то пришвартовываешься, вылезаешь и цепляешь вот это все либо за камень, либо вот здесь за старый кнехт. Вчера это было сделать немножко труднее, потому что дул ветер, шел мокрый снег, вообще была погода не очень. Мне было сначала страшно, что я что-нибудь накосячу, не докину веревку или упущу ее, или пока залезаю вот на этот кнехт, а он высотой метра внутри, наверное, то где-нибудь сама расшибусь и буду валяться в холодной ледяной воде, вся в крови. Ну, в общем, вот эти все страхи я пока везла, канат продумала и даже на первый кнехт залезала довольно долго. Но потом чуточку альпинизма, и меня взбодрили, и все здорово прошло. В общем, такое даже приключение. Очень приятно и хорошо мы растянулись, и здесь вот это очень уютное и тихое укрытие. Мне кажется, что здесь пережидать шторм, в общем, одно из самых благоприятных мест. Тем более, что здесь есть еще вот такой вот домик, survival house. Плюс, если ты потерпел какое-то бедствие, то ты заходишь вот сюда в оранжевую дверь на второй этаж и находишь там все необходимое для еды, жизни. Внизу можно пополнить запасы топлива, дрова там есть, печка. Ну, в общем, теоретически здесь можно даже перезимовать. Возди прям с собой привез. Отлично. Ремонт антарктических станций – дело наших рук. Доску в стену мы забили, теперь заходим внутрь. Запах красок, лаков наводит на мысли, что можно перекрасить яхту, стоя в Антарктиде. Тут можно осуществлять сфарные работы, столярно-плотницкие. А на втором этаже есть жилая комната. Сейчас мы туда пойдем. Вот здесь вот стена худоватая, конечно, но хотя бы из нее сейчас не выпадает доска, которую Андрюха только что прибил. Цемент есть. Нужно новый пирс залить, если нечего делать. Вот эти две бочки пустые, а квадратная бочка полна соляры. Дверь закрывается на проволочку. То есть написано, если вам нужно что-нибудь в случае какой-то опасности, там, для выживания для вашего, открывайте эту дверь и смело заходите. Давай, заходи. А мы в домик. Первое, что нужно для согревания на полярной станции, вот прямо напротив входа стоит такая штука. То есть надо поднимать штангу и согреешься полярной зимой. Ну и вот книга регистрации посетителей. И вот мы тут тоже расписались. В книжке оставили свои отметки о посещении наши знакомые с яхты Лиди Дана из Польши. Мы с ними на острове Пасла познакомились. Наши знакомые тоже с яхты Сельма. А, еще тут яхты Петр Первый где-то была. Анна, тушитель. Скорая помощь. Чистящие средства. Кухня. С газовой плитой. А вот насчет водопровода я не уверена. Но газовый баллон есть. Приготовить здесь точно что-то можно. Есть даже какая-то вот эта странная печка. Не знаю, как она работает. А тут скалки, посуды. Посуда тоже есть, да? Ага. Есть посуда. Вот есть печка буржуйка в углу. Комната с припасами. Рис, соль, кофе, чай. Какие-то сухофрукты. Мука. Кровать. Сушеная картошка, овощи. Нормально тут переконтывается. Лазанье даже есть. Если корабль какой-нибудь в море терпит бедствие, то он может зайти в эту бухту и там заправиться припасами, починить корабль и все такое. Тут даже есть такая табличка, типа, если вам надо, берите, пользуйтесь. И даже если корабль где-нибудь затонул, то сюда можно как-то перебраться и тут даже перезимовать. Тут даже кровати с матрасами есть. Еда, кухня. Тут много чего есть. Четвертый день осени. Летом тут не жарко, а зимой, очевидно, тоже. Но вот есть убежище на Мельхиоровых островах. Ну, в общем, последнее пристанище. Альфа и Омега всего того, что вам нужно, если с вами случилось труба в Антарктизе и надо перезимовать. Да, на таких сезонных станциях полярных, когда вот есть вот такое, что, типа, ребята, если вам плохо, заходите, спасайтесь. У меня такое теплое чувство, в душе разливается по поводу того, что прямо сила поддержки через все полюса протянута. И это очень приятно и трогательно. Зачистил маленькое пространство вокруг лодки вот такой длинной палкой. А Мариночка моя героическая! Сегодня полночи вот этой вот штуковиной отодвигала айсберги, можно сказать, от лодки. Благодаря чему мы спокойно спали, а она вахтила. Вот такая была ледовая вахта у героического старпома парусной антарктической экспедиции. Мы идем вдоль антарктических берегов. Сейчас из Батлер Пасс-Месседж, ну это тоже такой-то пролив-переход Батлер, вот сзади он меня, будем заходить в пролив Лемер. И этот пролив Лемер нас приведет к самым южным островкам, на которых мы планируем дойти в эту антарктическую экспедицию. И на одном из них будет украинская станция Вернадского. Очень надеемся, что ледовая обстановка позволит туда зайти. И еще я очень надеюсь, что меня сейчас слышно, несмотря на завывание ветра. Вторую неделю мы уже здесь. Две недели южнее 60-го градуса южной широты находимся. Антарктида всем очень нравится. Идем под зарипленным гротом и Генуэ, но еще и с мотором, потому что ветер то потухнет, то погаснет. Только он дунет, и мы поставим все паруса, заглушим двигатель, ветер сразу кончается. А потом дует с противоположного направления. Тоже 5 минут дует, пока мы ставим паруса, все кончается и снова приходится заводиться. Я покажу вам курсам, вот они. А это я продолжаю свою вахту. Вахта заключается в том, чтобы смотреть, как бы нам не врезаться в плавучие льдиные айсберги. Но сегодня льдов здесь практически нет, и это приятно. Вот на эту ванту простреленную не смотрите, у нас вот тут, видите, она от старости и на морозе хрупкости совершенно крякнула. Ну, в общем, Антарктида какая она есть. Узкий-узкий пролив Лемер, вот это на айпаде видно, как составлена у нас карта из нескольких карт. Попытаемся пробиться к станции Вернадского, украинская полярная станция в Антарктиде. Посмотрим, как позволит нам ледовая обстановка, очень сильно на это. Надеемся, что позволит. Пролив Лемер стал для нас непроходимым. Там, видимо, ледник какой-то обрушился. Там стоит много льда. Сейчас будем разворачиваться и пойдем обратно. Чуть больше 10 миль не удалось пробиться до Вернадского. Но здесь уже такой лед, что можно хоть ледоков вызывать. Впереди оказалось слишком много льдов, и мы поэтому не сможем пройти. И сейчас все в расстройствах, видимо, пойдем на прежнюю стоянку. Настя, справа вот ледю ее, по-моему, выходит. Вроде вышли на чистую воду, слава тебе господи. Ну, в общем, да, понятно, почему мы к Вернадскому не пробились. Потому что даже спустя час после нашего прохода здесь в проливе столько льда уже натащило, что еще час, наверное, фиг пройдешь. Что, Лада? Внутри напряжения, ну да, есть. У меня тоже. Я знал, что у нас будет такая консервативная очень политика в отношении всего этого похода. То есть мы стремимся избегать районов с плотными льдами. Вообще стараемся льдов избегать. Почти всю дорогу нам это удавалось. Небольшие участки с льдинами небольшого размера мы проходили на очень низкой скорости, очень аккуратно их обруливали. Конечно, наша такая основная задача. Мы хотели пробиться до станции Вернадского, которая находится почти на 66 градусе, уже очень близко к полярному кругу. Но мы это не смогли. Не смогли пройти по проливу Лимэр. Всего 12 миль. Как раз из-за очень сильно уплотнившегося льда. Я залез на мачту до первых краспиц, посмотрел вокруг и грустно сообщил. Все, девчонки, разворачиваемся. Дальше не идем. Решение было это принято с легким оттенком грусти. Но мы понимали, что мы должны прежде всего сохранить матчасть, собственную жизнь и здоровье. И развернулись, пошли обратно. В проливе Лимэр к тому времени уже за нашей спиной, но теперь уже по нашему курсу на обратном пути, начали смыкаться льды. И нам пришлось еще метров, наверное, 200 пробиваться через лед, сползший с ледника, тоже на очень медленной скорости, периодически расталкивая их палками специальными, шестами. Все это позади оказалось, и мы вернулись опять к станции Лакрой, где смогли отстояться еще денек перед нашим выходом уже в пролив Драйка. От того, как тут красиво, просто дух захватывает, если я сейчас не слышу. Красиво и сурово. И вот за этим проливом станция, в которой мы хотели пройти и не прошли. Какая жаль. Настя, там школу освободи красный. Тут тоже основание, и оттуда воздух идет пузыриками. Я кино смотрела, пора один кораблик, который как-то потрогал айсберг. Марин, Серег, пройди. Надо встречать. Меня снимай, меня снимай. Ой, Господи, Боже. Ай, я айсберг потрогал. В Антарктиду или в тропике? В Антарктиду. Если вы нашли это видео интересным и полезным, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok